Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Ну и вот последние полчаса нашего Утро на Болткоме мы посвятим культуре. Наконец, не будем говорить о политике, о каких-то там сложных вещах. Поговорим о искусстве. Фестиваль Станиславский ЛВ. Синяя сессия. И в очередной раз у нас будет возможность посмотреть на тех, кто, может быть, станет будущими звездами. Театральный продюсер Наталья Захарьята, директор фестиваля Станиславский ЛВ в Латвии, в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, с нетерпением мы всегда ждем, потому что, мне кажется, горящие глаза, еще не избалованные славой, но жаждущие. Мне кажется, игра еще выпускников буквально последних курсов, она особенно удивительна, потому что ребята уже получили образование, мастерство, и в то же время вот они еще голодные, еще жаждущие творить. На конвейер это все еще дело не поставили, да. Да, это действительно какая-то отличительная особенность нашего фестиваля, наверное, потому что, с одной стороны, они профессионалы, а с другой стороны, они сейчас, мы их привозим, когда они учатся на четвертом курсе, это выпускной уже курс, и для них сейчас задача номер один – это попасть в театр. Показать себя. Да, и, конечно же, амбиции у них у всех зашкаливают, поэтому все хотят в крупнейшие театры попасть. Вот, и очень приятно, сейчас идет уже у нас фестиваль «Золотая маска», и я знаю, что вчера играли спектакль под названием «С училище», это театр имени Пушкина, и играли молодые артисты. Спектакль поставлен специально на молодых актеров, которые три года назад полностью вот этим составом, это курс Евгения Писарева, одного из ведущих сейчас режиссеров, и достаточно молодых режиссеров Москвы. Вот мы привозили его курс, он преподает в школе-студии МХАТ, это было три года назад. Те же ребята, это так приятно, если честно, не прошло и три года, они на «Золотой маске». То же самое, кстати, случается с курсом Леонида Ефимовича Хейфица. Прошло четыре года, потому что именно курс Хейфица – это «Народный артист России», режиссер театра имени Маяковского, такой очень знаменитый театральный педагог современный, у которого даже много книг по преподаванию, очень много звездных выпускников. Преподает он в Российском институте театрального искусства «ГИТИС». И вот пять лет назад мы его курсом открывали наш фестиваль. За эти пять лет те ребята, которые были первыми нашими участниками, там очень много и номинантов, и лауреатов «Золотой маски» на этом курсе, да, уже. Они все работают в крупнейших московских именно театрах. Это тоже такая особенность курсов Хейфица. Его учеников очень любят смотреть главные режиссеры московских театров, и, как правило, никто с этого курса не остается безработным. И вот пришло время, очередной четвертый курс у Леонида Фимича Хейфица в «ГИТИСе», и мы их везем на нашу четырнадцатую сессию. То есть вот предыдущий курс был, открывал первую сессию, сейчас уже готов к выпуску второй, и открывает нашу четырнадцатую сессию. А как будущие артисты относятся к этому? Они ждут этой Риги, да, для них это действительно такие первые гастроли, то есть… Знаете, что интересно, это уже такое наблюдение в связи с тем, как развивается наш фестиваль. Когда мы привозили предыдущий курс Хейфица на первый фестиваль, и, наверное, последующие три сессии, мы были у них первыми. Это был первый выезд вообще на гастроли, это был первый выезд за границу у некоторых. То есть сначала вот курс Хейфица к нам в первый раз выехал, потом приезжал курс народного артиста Андреева из «ГИТИСа». Для них это был первый выезд за границу, потому что по России они уже гастролировали. Поездили, да. Сейчас это, наверное, хорошая, прекрасная тенденция того, как развивается и как востребованы молодые выпускники театральных вузов, потому что вот курс этот Хейфица, он бесперерывно на гастролях, и в данный момент даже ребята у нас были сложности в связи с этим, с подачей документов на визы, потому что сейчас они на гастролях в Китае, до этого они были на гастролях в Венгрии. То есть они выступают там перед русской диаспорой? Нет, я понимаю, что они... Нет, они выходят на... Перед китайскими зрителями. Перед китайскими зрителями идет перевод. Они действительно... Это пользуются спросом, когда люди не понимают языка? Российская театральная школа остается лидирующей в мире, да, вот как это было придумано Станиславским в свое время, вот именно система обучения актеров, театральный процесс, когда это становится на такие профессиональные рельсы. И это сейчас очередная волна такая популярности, и тот же вот ГИТИС, который... Это действительно самый крупный в мире театральный институт, он просто на расхват. Там курсы разъезжают, я знаю, что педагоги даже жалуются, что у них нет времени на учебный процесс. Знаете, когда именитые актеры разъезжают, путешествуют по другим странам, тогда, может быть, вопросов меньше. Но когда еще студенты и гастролируют, сейчас вы рассказываете, в Китае, да, и возникают вопросы, касаемые там проблем с визами... А знаете, может быть, тоже такой вариант, та же русская диаспора, с одной стороны, есть уже такая... Уже некая есть оскомина, ты бесконечно на звезд смотреть, теряется интерес, да, Ты должен видеть, что растет, ну вот, что дальше, кто идет из молодых. Потребность новых лиц. Да, да, конечно. Потом иностранная публика, да, для тех же вот студентов, они действительно это очень, ну как... Они способны оценить уровень, потому что уровень очень высокий. Вот помимо того, что говорил Олег, да, что это не замыленные, не заштампованные ребята, здесь еще и действительно такой вариант очень высокого уровня. Вот в мастерской Хефица, они, по-моему, бьют все рекорды, у них конкурс при поступлении на курс для девочек составляет 700 человек на место. А для мальчиков 500. 700 человек на место. Да, и 100 человек на место. То есть ясно, что они... Понятно, что все случается, и часто можно не увидеть таланта в таком потоке, но отбор уже такой пройти, это значит человек уже что-то из себя представляет. На этом курсе есть интересная, я понимаю, девушка, это дочь Сергея Бодрова. Да, которая скрывала, да, этот факт? Да, да, но интересно ведь то, что и отец, старший Сергей Бодров, режиссер, то есть это получается уже третье поколение, но связанное с миром. Да, династия профессия, да. Династия, да. Потому что, ну вот это я знаю только по слухам, и как рассказывали педагоги уже, как раз это было в тот момент, мы привозили курс выпускной Хефица, и они уже совершали набор следующих. И потом вот педагоги, которые сейчас приедут, режиссеры, они говорили, что так интересно поступила дочь Бодрова, но когда ее спрашивали, имеете на вступительных, вы имеете какое-то к нему отношение, она категорически говорила, что нет. А прям спросили, мало ли фамилия? Фамилия недостаточно распространенная, так чтобы… Конечно. Вот, и оказалось, что, ну не хотела под, ну как, под папиной славой, ей не хотелось поступать. Она поступила, это режиссерский факультет, актерское, режиссерское отделение. Она поступила именно на актерское отделение. Сначала говорили, что она хочет быть режиссером, но нет, все-таки актриса. Вот, и у нас тоже мы этим, кстати, славимся. У нас периодически, уже по прошествию фестиваля, мы так узнали, что у нас приезжала молодая жена Константина Эрнста, была среди студентов школы-студии МХАТ. Это мы тоже уже потом задумались об этом. Тут, наверное, есть вот эта прелесть, они все безымянные приезжают к нам, хотя молодежь вот рижская, которая постоянно к нам ходит, они уже вычисляют, делают для нас, организаторов, открытия, они вычисляют, что очень многие активно снимаются в кино. Да, я вот тоже посещала несколько спектаклей, я явно видела там одна девочка из «Голоса», другая девочка там блог какой-то ведет. Ну, то есть, они уже с какой-то заявкой более-менее даже в каких-то своих узких кругах узнаваемые. Да, победительница шоу «Голос» вот к нам приезжала, да, Дарья Антонюк, то есть, это, по-моему, приходило к нам в гости. То есть, это вот такое периодически у нас это происходит, и это радостно. А, кстати, вот тоже для интриги могу сказать, что вот эта мастерская Хейфица, вот за последние годы она выпустила, всеми любимый сейчас Саша Петров, Александр Петров, он закончил именно эту мастерскую. А потом есть такой очень специфический актер Александр Паль. Да, конечно, да. Вот, Виктория Толстоганова, то есть, у него такие вот именно молодые, популярные актеры. Сейчас появилась вот как раз курс, который к нам приезжал до этого Анастасия Дьячук, девушка эстонского происхождения. Сейчас работает в театре Маяковского, и она вот снималась, не вспомню название, прошел только что, у нас сериал с Екатериной Гусевой в главной роли. Вот она там тоже, у нее одна из главных ролей. То есть, они так выходят в кино. А что же в этом, в этот раз? С чем приехали, да. Мы как-то так все. Вот, прежде чем сказать, что мы везем, я могу сказать, что это курс непростой. Это не будет у нас классической, классических версий традиционного такого театра, не будет. Мы везем, хотя везем спектакли по двум классическим пьесам. Первое – это «Шиллер. Коварство и любовь». Но это дипломный спектакль «Коварство и любовь. Режиссерские игры». Это спектакль, который поставил режиссер-педагог Михаил Чумаченко. Очень такой дерзкий режиссер. И это первый дипломный спектакль, поставленный на этом курсе. В нем играют 10 режиссеров. Молодых людей, которые учатся на режиссерском именно отделении. А зачем? А на режиссерском отделении учатся, как правило, те, кто уже имеют актерское образование. А, вот теперь ясно, да. Режиссеры играют в спектаклях с целью того, что как они будут преподавать потом, ну, как они будут ставить спектакль, если они сами не играющие. Поэтому это обязательные условия. Режиссеры всегда заняты в дипломных спектаклях. И даже в спектаклях, которые они ставят со своими однокурсниками, они тоже занимают, ну, вот сами ставят и занимают своих коллег. Умение показать актеру, что от него требуется, это ведь тоже, наверное, задача режиссера. Ты должен сыграть так, и вот он сразу показывает. Это спектакль необычный тем, что, как они его заявляют, по этому спектаклю можно понять, как учатся в мастерской Леонида Ефимовича Хейфица, как там готовят режиссеров. Это спектакль интерактивный со зрителем. Там будет несколько версий постановки «Коварство и любовь». Десять режиссеров. Не все десять версий, но несколько версий, как можно поставить этот спектакль. В этой связи они даже заявляют, что не советуют приходить тем, кто младше 16-18, потому что современные режиссеры порой идут на, скажем, нестандартные, смелые, провокационные решения. И эти решения тоже будут в этом спектакле предложены. Вот такая... Ну, эксперимент, да, своего рода? Ну, вот режиссерские игры. Режиссеры играют. Играют с текстом, играют с Шиллером, играют со зрителем, и играют, в конце концов, сами роли на сцене. Вот, мы этот спектакль не видели, это тоже особенность. Дипломные спектакли живут очень недолго, поэтому так, чтобы поехать посмотреть, а потом пригласить, это физически нереально. То есть сейчас слепую, да? Да, мы везем всегда в слепую, фактически. Вот они выпускают, но в Москве этот спектакль идет при аншлагах, и «Коварство и любовь» как раз тот спектакль, который объездил очень много стран уже. Да, я, к сожалению, не смогу назвать точно. Они, кстати, были в Эстонии уже. Вот я говорю, сейчас с этим спектаклем они находятся в Китае, именно этот спектакль повезли. Вот, потому что, опять же, все выходит и за грани текста, да? То есть там... Просто если вы говорите, там присутствует коммуникация со зрителем, когда вы находитесь в рамках одного языка, тогда мне это понятно, а как взаимодействовать с теми... А вот современные режиссеры и ищут версии такого, что язык театра, он как бы международный, да, чтобы было понятно. Конечно, перевод идет, но большинство зрителей понимают, о чем идет речь на сцене. И это задача режиссера. Может быть, сразу, когда спектакль будет у нас в Риге, да, здесь? У нас эта 14-я сессия будет проходить традиционно в Доме Москвы, в Риге. И открываем мы как раз фестиваль, именно спектаклем «Коварство и любовь» 12 ноября в 19.00. Вот. 13 ноября на следующий день у нас Островский, комедия «Бешеные деньги». В режиссуре декана режиссерского факультета Владимира Байчера. Он же, кстати, основатель международной школы Михаила Чехова и связан с нашей Ригой очень тесно. У него здесь очень много друзей и коллег. И он тоже режиссер такой, провокатор очень смелый и интересный. А пьесы Островского, мне кажется, очень современно смотрятся. Они какие-то неустаревающие абсолютно. Да, да. И вот что интересно, они не трогали. Это всё-таки театральный институт, да, это бережное отношение к слову автора. Текст, всё строго по тексту. Вот «Бешеные деньги» – это точно, да, Островского. Но они нам дают такую, скажем, подсказочку на то, что действие разворачивается в 19 веке. Но насколько оно действительно перекликается в происходящее там сегодняшним днём. Поэтому действие там разворачивается на поле для гольфа. Что интересно. То есть текст Островского остаётся, а вот первое отделение, оно… Действие разворачивается на поле для гольфа. И у них очень интересные декорации. Не буду раскрывать никакой интриг, но поле для гольфа на сцене будет. Реально и настоящее. Да, но я действительно сейчас смотрю буклет, что актёры, ну, более-менее в спортивной одежде, да, действительно на зелёной траве якобы, да. То есть получается, несмотря на то, что это студенческие постановки, то есть декорации, костюмы, всё это присутствует как, ну, в большом, взрослом… Да, да, да. А как они, если они всё привозят с собой, да, то есть это большие такие автобусы… Вот это мы вертимся. Мы, к сожалению, очень… Вот именно декорациями зажаты, а вот я говорю, театральные институты, они растут, они развиваются, и декораций много, но вот у нас приезжал спектакль путешествия в Твин Пикс Аллы Михайловны Сигаловой, да, школа-студия МХАТ, они для нас перемоделировали декорации так, чтобы они поместились в багажник автобуса. Ну, у нас, слава богу, автобусы такие мы нашли, редкие, где большие багажники. Курс Дмитрия Певцова, пилили декорации, придумывали тоже там какие-то крепления, специальные, чтобы они смогли у нас поместиться. Ну, вот, да, где декорации не… К сожалению, часто мы отказываемся, когда от спектаклей, где декорации, которые невозможно в багажник. Если он непереносной, да? Да, потому что, конечно, нам не вытянуть. И плюс мы везем полноценные трупы. Вот сейчас 24 человека у нас едут. Вот скажите, как мне кажется, если это уже поставлено на рельсы, и Станиславский, и другие гастроли юных актеров, когда они уже делают спектакль, они уже не заточены по тому, чтобы собирать декорации, да, и монтировать таким образом, чтобы их потом можно было удобно вот перевозить, складывать, ну, с учетом вот будущих, да, передвижений. Вы знаете, они делают, у них же дипломных спектаклей не один и не два, да, там бывает и по семь, и по восемь. И что-то они, наверное, режиссеры-педагоги подразумевают, что они будут делать на выезд. Чтобы пилить потом не пришлось просто. И нам очень приятно, что те курсы, которые у нас уже были, и которым у нас понравилось, мы же их везем не на два дня отыграть спектакли, мы их везем на четыре дня. Чтобы показать Ригу еще. Мы показываем Ригу, возим в Юрмалу, мы делаем встречи в Академии культуры, в Рижском русском театре. То есть они на Центральном рынке, у нас один раз был даже концерт неожиданный, такой, с флешмобом. На 9 мая, я знаю, что они будут участвовать. Да, на 9 мая у нас участвуют в большом концерте и занимают там по 5-6 часов программы. Вот так же. И есть курсы, которые уже включились, им нравятся, и они уже некоторые педагоги даже учитывают. Возможности багажника нашего автобуса и подстраивают. Но так, на самом деле, учебные театры при институтах, у них же... Это учебные театры, которые могут позавидовать некоторые наши театры. Вот школа-студия МХАТ у них зал, по-моему, на 300 или 400 мест, и сцена больше, чем, допустим, Дом Москвы. Почему спектакль Сигаловы перестраивали? Потому что сцена учебного театра, школы-студия МХАТ гораздо больше. Не помещался он просто. Да. Учебный театр Индитиса сейчас реконструировали, и говорят, что он тоже там каких-то феноменальных возможностей. Конечно, молодые амбициозные режиссеры используют все эти конструкции по полной программе. И это вот, ну, как развиваются технические возможности театральные, и развиваются, молодежь не отстает. А просят, может быть, режиссеры полностью планировку вот Дома Москвы, да? Ну, хотя бы размер. Или, может быть, сами актеры, да, чтобы понимать, припоследствии какие-то реалии существуют, да? Да, 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 конечно, конечно, да. Это есть. Но вот некоторые спектакли, вот курс тоже режиссера школы-студии МХАТ, и МХАТ имени Чехова, Виктор Рыжаков, вот мой второй год, второй, уже, скажем, второй курс он выпускает, но мы не можем привезти его, потому что у него там что-то грандиозное на сцене, и оно, это только фуры. Театр Советской Армии, по-моему, там когда-то там выезжал настоящий танк на сцену, то есть там вот... Да, и железная дорога была. Там железная дорога, то есть там вот реально цена огромная просто, которую эти спектакли, я понимаю, можно показывать только вот там. Да, я говорю, это театр не гастролирующий, да, не бездной. Потому что если раньше были учебные спектакли, это действительно главное было показать актера, и это стул, стол и костюмы с подбора, и не было сложности. Я когда придумывала этот фестиваль, помнила именно те спектакли, и поэтому мне казалось, что проблем вообще никаких нет. Но с каждым годом... Разумеется, все это растет, и почему, я говорю, это так востребовано на Западе? А вы говорите, значит, отказываются от какой-то простоты и вот личности актера на сцене, да, и для того, чтобы, может, внимание зрителя не рассеивалось на сторонние декорации, в пользу все-таки вот этого вот интерактива, декорации, да? То есть мы... Знаете, все очень по-разному. Нет, во-первых, это общее развитие. Развиваются технические возможности у театра, да, и те же учебные театры стали получать... Они действительно имеют очень большое количество грантов, финансирования, они могут себе это позволить. Они развиваются, они востребованы. В учебные театры Москвы, в принципе, попасть очень тяжело. Я знаю, что цены на билеты у них выше, чем у нас здесь. Ну, это покупательская способность, опять же, да, тут играет роль. Потом они действительно популярны. Ну, вот спектакли с победительницей голоса Дарьей Антонюк, там, говорят, запись была вот действительно до конца учебного года, пока не учились, потому что все пошли. На спектакли вот мастерской Хейфица у них уже до января все расписано. Ну, то есть вот просто проданные спектакли, да. Конечно, там идут большой процент по пригласительным билетам. Так что важно не пропустить, надо просто уже заканчивать. Да, надо заканчивать. Еще раз напомним, да, что в ноябре, 12-13 ноября, в Дуем Москвы мы всех ждем и приглашаем на спектакли, может быть, еще раз... Коварство и любовь к режиссеру. Да, на спектакли Российского института театрального искусства ГИТИС, Коварство и любовь 12 ноября, режиссерские игры по пьесе Шиллера, детям до 16 не рекомендуем. И 13 ноября «Обешенные деньги», комедия Островского. Очень интересное решение. Здесь ждем всех, вне зависимости от возраста. Будет и весело, и очень поучительно. Наталья Захарьат сегодня была в нашей студии. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.